По традиции мы поздравляем наших болельщиков, фанатов. Браво им, браво! Они в очередной раз нам устроили поддержку такую хорошую, своевременную. Мы говорим о тех маленьких отрезках, когда команда больше атакует, получает контратаки, где-то ошибается. И вот эта поддержка, она очень нужна. Но что по игре? Контроль мяча, большой контроль. Соперник выбрал игру номер два на контратаках. Практически первый тайм не давали таких возможностей. Второй тайм где-то за счет давления того, что выходили. Сами ошибались, сами давали возможности на эти контратаки. Пенальти, пенальти, пенальти. Судья имеет такое право. Ну и забили свой третий. Он назревал, гол назревал. Шансов достаточно много было для этого. Поэтому всех с победой. Хорошо, что уходим на такой перерыв в хорошем позитивном настроении. У нас предстоит очень сложный график впереди. Сейчас нужно как бы отдохнуть, перезагрузиться, сделать выводы. И по соперникам нашим ближайшим, и по своей игре. Чтобы потом работать над этим. График очень сложный. Тренер, какие планы на этот перерыв в команде? Ну, команда отдохнет несколько дней. Потом мы собираемся уже и начинаем подготовку уже к дальнейшим играм. Нам предстоит очень сложный график. Еще раз подчеркну. Овидиус Вербицкас уже был в заявке. Он уже может играть на 100% или еще нет? Еще нет на 100%. Но он близок к этому. Поэтому мы не торопимся с этим действием. Он уже тренируется в общей группе. Он выполняет уже те упражнения, те действия именно в общей группе. Поэтому очень рады этому. Он был и на прошлой игре в заявке уже. Но пока не торопимся его выпускать на поле. Продолжение следует...